Природа Ветхого и Нового Завета Говоря о Ветхом и Новом Завете, мы начинаем с того факта, что Завет Моисея — это Завет Благодати. По Божьей Благодати Израиль был освобожден из Египта, когда они сами ничего не сделали, и по Божьей Благодати были приведены в земли обитованные. Итак, Бог говорит еврейскому народу быть послушным Его Торе, Его заповедям, Его судам, Его решениям, Его уставам, Его повелениям, так как от благодарного народа, спасенного далеко, не благодаря собственным делам. Бог ждет от них благодарности в ответ. Важно понимать, что Библия последовательно касательно вопроса взаимоотношения, благодати Божией и Его закона на протяжении всего Писания. И хоть слово «Тора» имеет более широкий смысл, чем слово «заповедь» или «уставы», или какое-либо другое слово из переведенных ранее, которое описывает разные уровни заповедания внутри Торы, это правда, что Тора описывает инструкции от Бога. Это широкое слово, но большая часть Торы дана в виде заповедей. Итак, я буду подходить к вопросу закона в смысле заповедей в Новом Завете. В книге Иеремии, 30-31 главы, мы читаем, что Бог собирается сделать что-то прекрасное для нашего еврейского народа, и это заключается в том, что Он даст нам силу для исполнения Его заповедей. И разница между Заветом Моисея и Новым Заветом заключается в том, что Он дает большую силу для следования Ему, чем была дана в Завете с Моисеем. Это не значит, что в Новом Завете нет заповедей, или заповеди так сильно отличаются. Разница между Заветом Моисея и Новым Заветом больше касается не вопроса заповедей, но силы. И это становится все более и более ясно, когда мы читаем, что говорит пророк Иеремия, с 31 стиха в 31 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иудом Новый Завет». 32-й не такой завет, какой Я заключил с отцами их тот день, когда Взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. «Тот Завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с Ним, говорит Господь». 33 стих. «Но вот Завет, который заключу с Домом Израиля, после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон Моя внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом». 34-й. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов, и их уже не воспоминут более». «Он переходит к обетованию как части Нового Завета, что Израиль никогда не перестанет быть особенным народом перед Богом, что если только небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отверну все премии Израилева». Обратимся к 36-й главе книги пророка Иезекииля. «Настоящее применение Торы в Новом Завете становится еще более явно выражено, так как Бог говорит в Иезекииле 36-й главе, 24-й стих, «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». 25-й стих, «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». 26-й стих, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». 27-й, «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом. И я буду вашим Богом». Здесь мы видим в книге Иеремии и в книге Иезекииля мысли, что Новый Завет — это Завет, который снаряжает нас, и двигает нас, и вдохновляет нас, и делает нас сильными, чтобы исполнять Божьи заповеди. И это становится очень и очень явным в учении Иешуа. В послании от Матфея 5-й главы, Матфея 5-й и 7-й главы, показывает нам применение Тора Иешуа в Новом Завете. И как часть этого применения, он говорит, 18-й стих, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Теперь важно понимать, что Иешуа вполне желает сделать учение исполнения наименьших заповедей Божьих частью смысла Нового Завета и Его силы. Итак, заповедь, слово, которое я хочу использовать здесь, что означает «законы», «повеления», «суды», «заповеди». И это термины, суммированные в этом слове, как «заповеди». Так, мы читаем в Римлянах 8 главе 4 стих об отношении Нового Завета в силе Духа и заповеди Божьих. «Сила Сына Божьего, освобождающая от греха и смерти, делает нас способными к послушанию». Так он говорит в Римлянам 8 главе 4 стих, что преданные требования Торы могут быть полностью выполнены в нас, не в соответствии с греховной природой, но в соответствии с Духом Святым. Итак, живя в согласии с Духом Святым, мы выполняем заповеди Божии. В Римлянам 3 главе 31 стиха мы читаем то же самое касательно отношений закона и его заповедей. «Итак, мы уничтожаем закон верою, никак, но закон утверждаем», — говорит Писание. Это становится очень и очень ясно в учении в книге 1 послания Иоанна. Учение в 1 послании Иоанна очень важно. Оно дано тем человекам, кто был очень и очень близко к Иешуа. И в 1 Иоанна мы читаем эти слова о природе заповедей. 1 послание Иоанна 3 глава 4 стиха. «Так всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его». И далее он продолжает в 21 стихе, говоря, «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». И в 1 послании Иоанна снова и снова повторяет нам, что натура верующего в Иешуа — это натура человека, соблюдающего Божьи заповеди. То же самое мы находим в Евангелии от Иоанна. И хотя все мы воспринимаем это Евангелие как исполнение близости и любви, все же Иешуа говорит Иоанне, «Если любите Меня, соблюдете заповеди Мои». Теперь у Него есть новая заповедь, чтобы мы любили друг друга. Но также Он снова и снова говорит в Евангелии, что тот, кто любит Его, будет соблюдать Его учения, будет соблюдать Его заповеди, и что Его заповеди не тяжкие. Поэтому мы читаем в Евангелии Иоанна 15 главе, 9 стиха, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудьте в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Ее любви. И это сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Это и заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Итак, этот акцент на заповеди является частью Нового Завета. Я знаю, что было много учений в некоторых формах христианства, особенно в некоторых западных, что природа Нового Завета в том, что мы уже больше не исполняем заповеди, а просто живем согласно эмоциональному субъективному ощущению того, что мы чувствуем по поводу каких-либо вещей, в том смысле, что мы хотим делать и что наши чувства говорят. Это заменяет исполнение заповедей. Но Ишуа дал нам много заповедей в Нагорной проповеди через Писание Павла, Иоакова, Иоанна. Он дает нам много заповедей, и эти заповеди должны быть исполнены в жизни тех, кто ходит в любви и силе Ишуа. В мессианском и еврейском мире мы расширяем то, что касается соблюдения учений и заповедей Божьих. На самом деле, многие не понимают, что до середины 19 века протестантская церковь очень серьезно смотрела на вопрос важности исполнения Божьих заповедей. Фактически классические протестантские взгляды включали в себя три главных направления практического применения заповедей в Новом Завете. То, что они в Новом Завете, и что Новый Завет — это синоним применения Моисеевых заповедей в нем. Так что Моисеевых пониманий применяется в Новом Завете. В этом направлении мы видим три применения Торы или закона в классическом протестантизме. Номер один — это закон дает понимание стандартов Бога так, что мы понимаем, что согрешили и нуждаемся в спасении. Так закон основания совершения греха, так, чтобы мы обратились к Господу за Его прощением. Второе — закон дает руководство гражданскому обществу, так как всем обществам нужно организовать свою судебную систему и законы в соответствии с заповедями Божьими. И третье — применение закона. Ученики должны стать инструментами в руках Духа Святого, так как Святой Дух — это тот, кто учит нас послушание, чтобы мы обратились к Нему и Его силе, когда дело касается вопроса Божьих заповедей. Но есть и четвертое — применение закона, которое не было отмечено в истории протестантского христианства и есть у мессианских евреев. Это то, что закон также предоставляет примеры для жизни, которые определяют жизнь, и признание евреев. Эти примеры жизни и признание евреев идут в соответствии с праздниками Израиля, обрезанием. Это образ жизни, свидетельство в верности Богу в нашей истории. И это делает нас особенным народом. Вот что я называю четвертым применением Торы. Да, мессианский еврейский народ применяет Тору в Новом Завете так, что он не сохраняет уникальность жизни и призвание еврейского народа. Это еврейский мессианский подход к Тории, и он очень и очень важен, поскольку имеет применение ко всем людям. Спасибо за внимание. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv